девочки всем привет хотела начать новый влог вкусненько и показать вам набор конфеток которые берем уже не первый раз в этот раз мы взяли с мамой ну скажем так поделим пополам она любит такие конфеты и люблю и я это у нас сибирский кедр здесь получается около 600 грамм кстати вот так все приходит классно упаковано и это набор из 30 то есть это ассорти 30 разных конфеток да они выходят не дешево 1300 за 585 грамм если не ошибаюсь кто пришел в коробочке такой еще в такой срок хороший все разные смотрите сколько вкусов и вот это прямо честно лакомство девочки сегодня 11 мая сейчас 11 утра уехал мой папа мы повесили люстру но я даже не знаю люстра как ее назвать мне очень нравится единственная у нас проблема была ее повесить там чуть потом муж придет еще провода попрошу его подобрать но не то включила в общем разные цвета то свете она вот так как будто бы черным подсвечивает хотя на самом деле это не так вот самый яркий мне очень нравится освещение достаточно здесь также есть пульт батарейки сегодня муж купит и думаю вообще будет супер удобно но я прям честно довольно люстра и самое главное за чего вообще просила приехать папу кстати до сих пор вот мы так и не сделали вот здесь надо что не я не знаю как мы это все все провода засунем мне подняли стол ура 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 он на ножках и соответственно он теперь стал нормальный по высоте прям супер для меня вообще я стул сразу приподняла блин девочки до сих пор себя накидку не купила ну я потом все это обязательно седу куплю но теперь это так удобно то здесь а теперь у меня есть подножка под ноги также вот мои картриджи запасные короче провода здесь все все до свете не знаю может потом как-нибудь это красивенько сделаю папа смеется говорит у тебя появилось дополнительное место я говорю да уберу сюда свой план и в шутку туда засунула ну кстати хотя да такой потайной мне очень удобно очень все классно я так сейчас довольна своим домиком не ну люстра вот реально так на нее смотришь вообще какая-то пластмасса пластмассой а когда включаешь красиво кстати девочки у меня буквально парочку покупок было из фаберлика я постоянно на протяжении ну наверное уже шести лет я не представляю свою жизнь без вот этой салфетки универсальные я беру вот именно вот этой розовенькой и также для стекол но для стекол у меня их сейчас многое в прошлый раз набирала еще по моему год назад я штук десять сразу купила я их обожаю и вот эту салфетку у меня есть 1 я вот все протираю пыль у меня несколько салфеточек вот эту я взяла обновить как раз для мебели то есть сантехнику у меня отдельные вот эти тряпочки для сантехники чтобы протирать пыль там еще для каких-то шкафы элементарно ой вытащить не могу очень классная такая микрофибра я ее обожаю отлично впитывает воду она действительно хорошо кстати плитку отлично и тоже можно быть вот прям супер и еще взяли это уже больше моему мужу ему очень нравится расчески от faberlic ну для меня это немножко не моя тема я обожаю тэнгл тизер но вдруг для кого-то актуально вот такая вот массажная расческой если не забуду я оставлю вам артикулы в телеграме постараюсь не забыть знаете она такая прям приятная она немножко вот здесь прорезиненная soft touch такое покрытие вот он может он у меня кучерявый немножко вернее множко но он вычесывает вот эту свою кучерню и обычно коротко стрижется но ему прям нравится он горит не царапает кожи супер для меня конечно такое не подойдет что моя любовь это реально вот англ тизер во всех своих проявлениях но вдруг если кому-то десна что-то подобное нужно то могу сказать что вот это хорошие действительно то есть да я попробовала мне тоже у меня мама кстати вот подобные тоже всегда берет все расчески это же от faberlic у нее было ей нравилось тут у мужа тоже до этого faberlic был он просто говорю давай обновим вот поэтому могу тоже порекомендовать вам девчонки все еще суббота все тот же день я на самом деле решила что все таки хоть и накрапывает дождик я соберусь и выйду знаете что я поняла что мне обязательно к осени нужно купить себе какой-то вот такой вот подобный теплый костюм с худи с теплыми штанишками ну то есть вот такой вот утепленный прям костюмчик потому что у меня другого такого больше нет одевать куртки плащи даже не знаю в чем туда выходить мне снизу под еще не водолазка кофточка теплая я не хочу потому что я на работу и так хожу в таком виде поэтому мне хочется чего-то расслабленного когда я выхожу просто если честно я мне вообще нужно во вкус вел мне туда минут 15 идти потому что там продается крымский лук а я сейчас почти ну вот за ужином почти каждый раз я добавляю себе так скажем в прикуску лучок и самый полезный считается как из красных вот именно сортов крымский лук я хочу пойти его купить и мне надо зайти фикс прайс там же около вкус вела у нас находится кое-что еще купить для дома капсулы хочу для стирки посмотреть которые вот мне нравятся потом там кое-что и средств гигиены мне надо взять ну и так поглядеть там знаете как сначала одну потом уже кажется что что-то еще другое нужно поэтому да вот прям с костюмом беда я вообще точно такой же взяла по себе зелененький но мне очень нравится этот костюм вот прям очень хотя мама моя она когда видит что в нем она прям психует и он так не нравится я не знаю почему может мне правда плохо я вчера делала масочки было голову но сейчас я собрала хвостик снизу я одену очки потому что там сильный ветер хотя солнце вообще нет но просто чтобы глаза не слезились и с учетом правда вот этой туши про которую я вам уже не знаю который в лоб подряд говорю у меня решилась проблема с тем что тушь под глазами потому что текут глаза и соответственно все эти слезы туши размокает а здесь термо вот эта тушь все супер и я очень довольна буду книгать книга слушать книгу кстати я вступила в один книжный клуб ну такой наши там подружки мои еще несколько девочек и мы в мае выбрали книгу которую все хотим перечитать это мастер и маргарита булгакова и решили в конце мая то есть но сейчас пол половина до где-то мая осталось времени всем чтобы ее прочитать вспомнить вообще и в конце мая мы хотим встретиться за чаёчком кофе очком может быть за винишком я уж не знаю как пойдет чтобы обсудить книгу мне кажется вот такая классная идея но я сейчас все еще слушаю книги антонины крейн сейчас я на четвертой да уже на четвертой книге их всего на данный момент 6 из именно шелок шелохом связанных и я поняла что все таки фэнтези я безумно люблю гарри поттера я поняла что фэнтези как бы я не отнекивалась в какой-то степени это мое и мне нравится такой вот какой-то интересный мир девочки прогулялась присела на лавочку еще кстати хотела вам пожаловать меня жутко обсыпала вообще высыпает последнее время лицо и это проявляется моё я не знаю очищение от организма или что не только таким образом а как бы по-разному кишечник у меня сейчас как-то себя странно ведет и у меня просто вот честно это невероятно у меня все лицо в прыщах подкожников нет а вот именно какие-то прыщи я надеюсь что это все пройдет и как-то урегулируется но потому что это прямо честно говоря очень и очень сильно прям меня тревожит надеюсь это все будет временно кстати небо небо просто серое серое облака тучки людей кстати немного хотя суббота может быть тоже многие боятся что пойдет вот-вот дождик на я думаю что он будет если чуть посижу рядышком буквально здесь две минутки магазинов которые мне надо было зайти и потом уже направлюсь домой девочки тадам вчера мы с мужем повесили шторы сегодня кстати уже понедельник 13 мая вчера я ничего не снимала но главное они у нас висят мне очень нравится как они смотрятся как они подходят под комнату боже я из честно я балдею с этой люстры просто тоже безумно нам не нравится ну давайте поближе чуть покажу вот цвет зависимости от того как ты смотришь и какой на улице свет они тоже как-то вот я не знаю подстраиваются они то больше серебром то больше золотом как-то смотр но по-разному действительно выглядят и карниз кстати решили вот этот и оставить что здесь был не стали менять ну не знаю посмотрю потом уж поменяем они все таки оказались не blackout на сто процентов они пропускают цвет не скажу что сильно но тем не менее пропускают но мне нравится ответь я отхожу чуть-чуть другое расстояние по другому падает цвет и даже видно как сбоку один на оттенок такой сероватый с другой стороны где свет он чуть более такой какой-то желтый ну я довольна девочки я вот прям довольна все все что мне осталось из того что вот я прям хотела сделать по сути это на вот этот стеллажик докупить чтобы одинаковыми одинаковая в одном стиле я хочу наверх сделать вазочку ниже хочу подсвечники с ангелочками и еще что-нибудь то что я прям хотела бы сделать и в принципе но от этого я к сожалению избавлюсь муж категорически не хочет от своих вот этих именно там я не знаю как они софтбокс или как они там называются колонки короче поэтому ладно уже думаю не лезу что-то оставлю для него вот и так я конечно довольна тем как сейчас выглядит наше гнездышко мне нравится есть вот спальня зона есть рабочая там спрятана моя любимая зона есть место для хранения много теперь вот как бы принципе все может быть да конечно я понимаю это многим может не понравится я напомню для тех кто может быть вот сейчас только включил смотрит большая часть мебели вот почти вся вот эта мебель это все давала моя мама мои родители собственно говоря то есть что-то я забирала прямо из дома что было лишнее что-то отдавалось новое мне и соответственно то есть я имею ввиду вот если вы видите вон белый стол или вот это это то что покупали а вот все уже такое более дорогое да это конечно мдф на это все давали мои родители и я по уже как-то говорила это не совсем мой стиль то есть если бы я с нуля у меня была возможность все купить я делал наверное какой-нибудь минимализм но вернее не минимализм даже а как это правильно назвать ну в общем без всяких там узорчиков всякого такого дорого-богато это не совсем моя тема но так как у меня выбора не было мне в принципе мне и так тоже нравится но просто очень из того что было то мы и слепили то и получила девчонки я уже собралась выходить на судебное заседание у меня в 14 45 сегодня в кассационном суде и честно я вот просто в окно смотрю и не понимала что мне надеть потому что во первых сильный ветер во вторых всего лишь плюс 9 градусов я решила опять утеплиться мне есть мой уже есть честно какой-то степени страшненький кардиган здесь местами просто катышки которые пыталась убрать хотя на самом деле я его ну может быть раз всем максимум в общей сложности надевала но где-то вот так вот не больше водолазку снизу и также на мне брючки обои ботинок ну не ботиночки вернее такую относительно легкая ноги то у меня не мерзнут но так я вообще я жуткая мерзлячка поэтому мне важно чтобы было тепло вот сейчас представляю что будет на моей голове волосы все разлетятся кстати у меня волосики так потихонечку отрастают отрастают но мне нужно покрасить их полностью всю длину выровнять цвет как-то у меня не как будто бы немножко и не знаю выгорают или что вы чего вообще это происходит и конечно в идеале но если я еще почему хотела утеплиться после суда я очень хотела бы взять облепиховый чай в кофейне и на лавочке чуть-чуть посидеть послушать или почитать ну скорее всего почитать потому что сейчас у я так два дня слушаю книгу я чередую то слушаю то читаю у меня вообще май такой насыщенный вот половина мая прошло у меня уже 12 прочитанных и прослушанных книг в принципе неплохой результат все буду выходить попозже выйду на связь ой девочки я пришла домой только что буквально сняла верхнюю одежду помыла руки если честно я так рада что я утеплилась потому что даже водолазки в теплом кардигане я чуть подмерзла вот настолько у нас холодно ощущение что поздняя осень и вот-вот выпадет снег это это просто какой-то кошмар то есть было тепло в апреле и так холодно сейчас я надеюсь что это более-менее скоро все нормализуется ой как же прекрасно дома вы знаете у меня вообще сегодня я вам говорила что в кассационный суд я иду и обычно но не всегда но зачастую в касации дела рассматриваются быстро то есть там судебные заседания назначены с промежутком в 15 минут то есть ну как правило очень редко суд задумывается после там речи адвоката или гособвинителя или кого-то еще то есть они заранее рассматривают все дела и выносят уже соответственно свое решение и я не знаю связи с чем такие задержки но может быть не всегда вот у меня допустим с подзащитным было видео он посредством видеоконференц-связи участвовал в судебном заседании и дело довольно таки так знаете непростое то есть касаться это уже практически последняя инстанция ну еще можно верховный суд российской федерации потом обратиться ну как бы из основных это последняя третья инстанция и у него дело по 321 статье притом он уже осужденный он уже отбывал наказание когда он совершил данное преступление но там была реальная провокация со стороны сотрудника учреждения где он содержится вот 321 это дезорганизация деятельности учреждений обеспечивающих изоляцию от общества и у него вообще часть 3 но там а нет у него часть 2 до на срок до 5 лет все правильности просто стрелами надо кодекса обновить у меня старая уже куча изменений различных вот и то есть него было по сути провокация от сотрудника и ему дали еще два года плюсом от того что он уже отбывал уже должен был как бы в принципе выйти на свободу а тут ему прилетело скажем так но в чем было вообще я вообще не не про это все хотела рассказать я сидела сначала час ожидала судебное заседание просто пока другие те кто передо мной по времени должен был пройти и потом я всегда прошу обычно ну по крайней мере у нас в касации у адвокатов почти всегда спрашивают а если не спрашивают то я говорю сама что я хочу переговорить до самого судебного заседания со своим подзащитным если там да он уже непосредственно осужденный отбывает наказание то есть там посредством видеоконференц-связи и сегодня тоже мне не предложили я подошла и говорю только дайте мне говорю несколько минут переговорить с моим подзащитным мы с ним переговорили я как бы поняла что ну его то есть я еще когда читала само дело я уже понимала что там здесь на была провокация все очень непросто но на самом деле то есть нарушение уголовно-процессуального кодекса и уголовного кодекса в деле не было то есть я была уверена что не направят дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции то есть не будут пересматривать это дело и касаться оставит его жалобу без удовлетворения но я еще раз с ним переговорила я ему какие-то моменты подметила ну то что стандартная обычно говорю со своими подзащитными и в итоге у нас если честно настолько затянулся процесс касаться и никогда так долго не бывает его речь он где-то первый раз минут 15 говорил его судья остановил и сказал притом я ему сказал не повторяйте все что то есть было там суде первой инстанции это суд касационной инстанции здесь не рассматривают по существу дела то есть здесь выявляют нарушения если они есть и решают что с этим делать в общем в итоге я в суде в общей сложности чтобы вы понимали в касаться и никогда так долго не было три с половиной часа я так устал просто я пришла домой ну как я и думала не отменили его касационную не удовлетворили его касационную жалобу и не отменили ни приговор ни апелляционное постановление в общем все осталось как есть и соответственно единственная его предупредила я ему сказала по поводу оплаты чтобы он в суде также высказал свое мнение попросил не взыскивать с него в регрессном порядке потом эту стоимость которая за мои услуги соответственно что два дня я участвовал в деле день знакомилась слушайте как вас на стуле крутится день часто в судебном заседании вот ну конечно обидно досадно но тоже тут нужна была колоссальная по его статье колоссальная работа в суде первой инстанции это не факт что потому что статья такая скользкая не факт что прям все получилось бы и по протоколам судебных заседаний которые изучала адвокат у него тоже адвокат была женщина по назначению и я видела какие она ходатайство подавала какие она как она допрос проводила ну как более менее не могу сказать что не было сделано с ее стороны ничего уже зачастую именно так и бывает к сожалению вот но всякое всякое бывает что уж делать главное свою работу сделала а дальше идем и смотрим что и как будет завтра у меня кстати в 4 часа гражданское дело это тоже по назначению она у меня под затянулась я к нему уже это уже будет 2 или 3 второе судебное заседание да уже документы все готовы я к нему готовы в прошлый раз по моему ходатайству отложили потому что я там кое-что нарыла и решила докопаться до истины в общем не в угоду судьям и оппонентам вот так что пойду сейчас переоденусь и буду уже кушать девочки ой я забыла на озон зайти блин я заказывала маме пакеты для вакууматора и кстати очень я обещала и вы мне просили рассказать дать обратную связь по поводу того что покупали маме вот она безумно довольна я вам показывал на яндексе заказывала я на 2 чаши мультиварку она восторге от нее единственный минус там сенсорные кнопки немножко заедают но говорит ее мультиварка до этого так не готовила вкусно она прям восторге коптильня но я уже сама пробовала все что они делали и рыбку и курочку и свинина по моему было на свинину не очень люблю про поэтому я просто попробовала муж у меня любит прям вот такая классная коптильня я в телеграме на все оставляла ссылки по мере того как это покупали и сушилкой для овощей фруктов чтобы вялить мясо она тоже осталась довольной плюс я вам помню не показывала она еще покупала себе вакууматор и вот я пакеты заказывала и дополнительные тоже вот она мне уже копчение все эти передавала уже все в вакууме в общем классно чтобы подольше хранилась очень вообще всем прям довольны вот сейчас не можем выбрать гриль мама хочет вернее не совсем гриль угольный ну гриль мангал что-то такое вот прямо не знаю все что можно в одном девочки в моих планах тут познакомиться с миксит у меня я думала вообще ничего не было потом вспомнила что крем воск для ног у меня было это я взяла мицеллярную воду мне знаете что понравилось как упаковано вообще здорово прям то что исключает практически возможность что что-то может протечь в общем вот такая мицеллярная вода написано что витамин е молочная кислота уж не знаю 500 миллилитров потом попробую обязательно вам расскажу и стоимость у нее было напрям бюджетная и я вам неоднократно показывала кто любит цикорий кто хочет вкусный цикорий я вам рекомендую я уже не знаю которая эта баночка 15 5 15 больше потому что больше года пьет этот цикорий я его пробовала без вкусов пробовала с не помню что там малина по моему было не шиповник шиповник и вот самый мой любимый который я на котором я в итоге остановилась это вот этот с черникой очень вкусный сублимированные здесь вот такие вот довольно таки крупные гранулки мне он прям безумно нравится упаковка хорошая стоит я беру на яндексе микс и кстати на яндекс маркет заказывала 247 рублей вот сейчас держится цена уже где-то полгода ну в принципе в стекле упаковано и в принципе цена адекватная за 85 грамм для вкусного хорошего цикория мне от баночки где-то на месяц хватает ой девочки вернулась я сейчас домой у меня было судебное заседание у нас дождь слякоть вообще сегодня 14 мая есть честно я такая злая вот просто не могу передать словами сначала у нас вообще сегодня по ставропольскому краю выходной день радуйница но не работают только мировые судьи ну как бы все что к федералам относится то есть суда и остальные работы там городской кассионный так в общем суть не в этом я пришла вовремя вернее я даже пришла заранее потому что мне нужно было еще к двум другим там судьям попасть ознакомиться короче свои рабочие моменты это же кстати вот я пришла неделю назад у меня было судебное заседание я подавала ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания его должны из него должны изготовить срок там три дня него не ладно праздник его нет а мне нужно пока я с ним не ознакомлюсь я не могу заявление об оплате подать ну в общем в итоге я вот это все пока там пошла к другому потом суде забрала приговора вынесены в отношении другого подзащитного иду на свой процесс а это у меня гражданское дело было ответчики места жительства которых неизвестно то есть там два ответчика брат с сестрой и я назначена им адвокатом они вообще за границей ну вроде как со слов из царь бабушки они находятся за границей и она как бы хотела их выселить в связи с тем что они давно не проживают она платит коммунальные услуги и так далее они более двадцати лет уже там не проживают ну в общем суть такая дело и сижу жду жду выясняется что нет прокурора помощник прокурора в деле также участвую и нет ей им позвонили там секретарь судебного заседания на трубки не берет сидела в итоге через полчаса она все-таки приходит спасибо приходит есть честно обалдела в спортивном костюме но это не то что не по непозволительно это и вообще не представляю то есть я имела полное право я вам про это уже как-то рассказывала я так как-то делала на этом основании отложить судебное заседание потому что прокурор без форменного обмундирования не может в таком виде участвовать в судебном заседании то есть это прям вот обязательно и я так на все постарел потом думаю ладно фиг с этим я не буду ничего говорить и в итоге мы быстро довольно таки рассмотрели я иду это было пол пятого мне нужно было все то есть дело мы полностью завершили было парочку судебных заседаний и я иду на первом этаже с пятом кабинете в городском суде у нас туда поддаешь всякие заявления туда если жалобы какие-то ну в общем работает до 17-15 а было пол пятого мне нужно было ходатайство обознакомления с протоколом судебного вот этого заседания теперь подать ходатайство заявление и я смотрю закрытом думаю ладно мало ли человек там в уборную еще куда-то вышел в общем я прождала около 10 минут потом подошла к приступам они прям там напротив я говорю скажите а здесь кто-то есть да она еще в 4 часа ушла вот я думаю это нормально я в меня так этот факт разозлил блин ну я все понимаю но не записочки не приписочки ничего вот у меня завтра мне надо ехать плермонтов мне нужно там контором короче у меня куча своих других дел а теперь я должны думать о том что мне надо завтра попасть еще городской сутка да это мне не запланировано это просто вообще пустая трата времени на машине туда я скорее всего даже не сумму что там вечно негде встать это мне нужно будет приехать домой поставить машину пойти туда потому что так по итогу будет как бы быстрее скорее всего я не знаю девочки вот я такая злая про машину я сейчас забрала и никак не распакую держатель для телефона не знаю что мне здесь пришло я его хотела распаковать счет пункте выдачи но что-то мы ладно уже домой дойду ой нет так не пойдет надо взять надо взять ножик вот поэтому у меня вот такая вот беспечность я не знаю как ты люди так легко ко всему относится что ну подумаешь типа ну вдруг никто там не придет а если и придет мы его проблемы что он пришел ну не знаю можно же хотя бы какую-то записку оставить еще что-то я не понимаю вот этого честно искренне меня так это злит это просто повсеместно у меня в работе то ты ждешь то еще что-то куда-то непонятно как блин по моему что-то он стоил если насколько я помню он стоил 400 рублей этот держатель я конечно надеюсь что он будет нормальным он должен быть магнитным я не пойму ой что тут надо разобраться что как крепится вообще один магнит сюда наверное а другой магнит на телефон потому что почему потому что я хочу снимать авто влоге ладно буду сейчас разбираться с этим держателем вижу что он не очень хорошо сделал все же но буду разбираться не хотелось покупать прям дорогой хотя вот своим держателям дома на которые еще постоянно снимают с отслеживанием но я снимаю без отслеживания если честно но мне просто он как штатив он мне безумно безумно удобен ладно почитаю инструкцию хотя здесь нет никакой инструкции но посмотрю все равно что да как для ножа распсиховалась с этим держателем я уже думала наверное на своем чехле вообще все там раскорочила убрала в старый магнит думаю сделаю сейчас новый магнит понимаете испортилась есть чехол оторвала все не держит не держит эти магниты я вот не знаю то есть теперь я и вернуть не могу потому что я магниты приклеила может надо приклеить телефон падает и все а я такая злая просто слов нет так девочки сегодня уже 15 мая и я сейчас доехала на маршрутке в лермонтов сейчас бегу за своей машинкой пакет еще просто решила сразу взять хотя завтра будущую тоже в лермонтове ну на всех случаях на дома передать вот ну относительно сегодня не так холодно сушки как разрослись тут прям пусты я заберу поеду я прям вот таком виде собираюсь зайти в дать взяла с собой то что вчера закрыто было что я вам рассказывала хочу это все сдать вот и мне нужно будет бежать потому что никогда будет не туда-сюда ходить там ставить машину а потом идти снова потому что у меня там работа еще подкинули мне скажем так работаю мне нужно будет исковое заявление составлять я же вам рассказывала туда что я занялась еще и гражданкой чуть-почуть разное внедряю в общем-то нормально все так хотела отснять автоблог ну блин я не смогла прикрепить телефон с держателем этим шляпой я не знаю может взять еще магниты и под чехол положить уж мне не знаю что сделать надо чего-нибудь придумать потому что я хочу снимать автовлоги сейчас я застряла на переезде но это вообще обычное дело почему-то мне вечно везет я еще такая на время пострела и думаю блин поехать через переезд или прямо смотрю думаю о переезд открыт но и в итоге я вторая стою в очереди переезд закрыли ну ладно что делать ну минут пять час здесь постою блин еще и в суде перерыв общем наверное думаю все таки поеду сейчас поставлю машину а потом пробегу суд наверно так получится все таки мне быстрее и пойду уже домой работать блин быстрее бы стало тепло и смотрю только через неделю у нас будет потепление у меня кстати все также проблемы с лицом вы видите какое у меня все просто высыпала всю ну ладно что делать надеюсь это пройдет просто с моего вида девочки посмейтесь я на самом деле сейчас сижу работаю провела несколько консультации по телефону без видеосвязи естественно и сейчас думаю надо голову помыть перед завтрашним днем и я стараюсь это делать вечера потому что я делаю какие-то маски вот я сделала себе магниевое масло до этого делала два раза подряд кокосовое масло себе с эфирными маслами вот поэтому собственно говоря так выглядит в корни втираю прямо огневое масло а потом уже все хорошенечко помою у нас дома прохладно но сейчас смотрю вылезло солнышко я кстати я теперь знаете что решила делать я все-таки отсниму потом ну вот соберусь и отсниму видео про гардероб но я сейчас все вещи которые я вот одни там вторые третий думаю вот это я уже не хочу куда-то но так вот чтоб прям выйти надеть ну хотя вообще решила особо прям не делить на столько вещи что типа это только дома а это только так и поэтому вот сейчас достала кофточку которая потеплее снизу маечка кофточка просто чтобы не мерзнуть сделала себе цикорий заварила и сажусь дальше работать завтра у меня черкеска сейчас смотрю у меня теперь новая дилемма понимаете это машина я думаю что я скорее всего потом обратно отгоню а я сегодня поехала до суда там все было занято просто мест нет я психанула приехал домой поставила машину и пошла пешком а вот но как бы сегодня завтра с утра не надо было в черкесске вообще бы не забирала в машину но мне в пятницу еще просто поликлиника в которую я прикрепилась она находится на квартале а я живу ближе к центру города и чтобы туда добраться ну как бы это далековато другой конец можно сказать города поэтому мне либо на трамвае нужно ехать где-то минут 20 плюс пока подождать трамвай плюс еще идти потом минут 10-15 от трамвая ну как бы не столь удобно поэтому ну ладно сейчас посмотрю смотрела чехлы на машину себе думала можешь купить какой-нибудь чехол чтобы защищать от солнца думаю у нас сильно ветрено как бы я не закрепила этот чехол его может сдуть стоит он недешево ну в общем не знаю еще поняла что хочу вообще у меня уже машинка относительно в принципе как время пролетело относительно уже старенькая сколько ей 12 13 лет ну как бы да и убрали с салона мне родители дарили на день рождения да один рождение они мне дарили при том у меня была другая машина и подарили мне эту и потом я полгода ездила то на одно и то на другое у меня nissan micro первая моя машинка была вот и конечно все уже подустарело я чуть смотрела мультимедиа думала может быть поменять потому что мне некуда вставлять флешку только через трансмистер но это неудобно плюс мне там что-то с прикуривателем случилось и не знаю хотя в принципе все остальное норма блин солнце вылезло я могла бы часик выйти прогуляться ой ладно все буду работать ну что девочки уже четверг 16 мая я сейчас собираюсь черкеска почему-то я собиралась выехать в 8 вместо 9 не знаю как ты вчера такой день был я потом наверное вечером когда приеду расскажу вам я каждый день вот реально что-то с работой связанное происходит и при том то что вот таким является для меня раздражающим я бы сказала даже раздражительным скорее фактором чем счастливой мне дороге погода так себе у меня волосы как-то не лежат вчера с вечера помыла ну ладно ой девочки я уже доехала до лермонтова и отсюда уже поедем черкеска если честно после знаете такого перерыва когда ты долго не ездишь на самом деле кстати да я закрепила свой старый по итогу держатель для телефона но просто я его не хотела потому что он жутко тресется в дороге но вот сейчас я его закрепила я вчера заказала еще магниты себе думаю может быть я правда понять не имею можно ли магнит на магнит приклеить или если я под чехол положу еще магниты ну посмотрим скорее всего что вряд ли что-то получится а просто зря еще что-то заказала но попробую посмотрю а после того как в принципе долго не ездишь конечно вроде садишься и все так же то есть я параллельно хочу панель вытереть вроде бы все так же вроде все привычно то есть нет такого знаете какого-то мандража или то что он откуда там все эти машины нет то есть садишься и едешь но все таки опыта у меня очень большой уже водительский стаж но все равно как то вот я поняла что знаете вот мне когда я ездила на маршрутке да конечно много чего раздражает тебе во первых нужно ждать да пока все соберутся пока там эта маршрутка поедет пока я не знаю ну много разных моментов но ты зато вообще не думаешь за дорогу за машину а сейчас у меня опять вот это все началось что а вдруг град я очень тревожная вот я просто до ужаса тревожный человек а тут как бы было минус одна проблема сейчас снова а вдруг будет град а вдруг будет сильный ветер а вдруг этот щиток там куда-нибудь во дворе упадет ну а вдруг а вдруг а вдруг так жить нельзя это на самом деле просто ужасно но я вот такой вот тревожный человек ним ничего я с этим сделать не могу я посмотрю как бы да мне нужна сейчас машина дома на в принципе просто стоит в гараже и все у родителей я имею ввиду дома если бы у меня здесь был бы гараж я вообще бы не парилась но я вам по моему рассказывала я узнавала сколько стоят гаражи где вот наш до наша квартира в среднем два с половиной миллиона стоит обычный гараж это на одно место если на два места там вообще цены нереальные ну то есть как бы грубо говоря где-то можно жилье купить да за такие деньги а у нас только стоит гараж это очень очень дорого конечно такой возможности нет и даже если бы была бы я бы десять раз подумала гараж ли стоит купить за эти деньги ну в общем как то так хочу заказать для салона всякие штуки потому что все таки уже прям нужно его я его ни разу не делала химчистку я довольно таки человек очень аккуратный но все-таки годы свою берут и вот есть честно пока что она была стояла у родителей ну папа периодически на моей тоже ездил машине хотя мы есть своя ну в общем и нужно сделать мне почистить полностью ну панель у меня не царапинки нет вот единственно знаете вот эти вот места где ткань на панелях и сами сиденья вот сиденья нужно бы хотя ничего с ними такого нет принципе они нормальные но все же я бы хотела бы наверно что-то заказать чтобы вот выбить типа грязь там или я не знаю как это все называется ну что-то сделать так все настраиваюсь на работу мне сегодня конечно в идеале приехать бы и успеть еще на я просто я понять не имею во сколько мы вернемся обратно и соответственно сколько я буду в пятигорске потому что в идеале бы мне вернуться и успеть ознакомиться в городском суде с делом новым вчера взяла по назначению дело там кража группой лиц и как бы времени не так много мне нужно и ознакомиться и выработать позицию и так далее ну как бы нюансов достаточно время должно быть для этого либо если не успею то нужно как-то это сделать завтра а завтра вообще у меня по плану с утра у меня терапевт я брала талончик а потом мне нужно встретиться с у меня просила подружка у нее был день рождения я ее поздравляла и вот она как бы все хочет горит давай встретимся в день посидим там ну как бы пообедаем типа отметим хотя бы таким образом и посмотрим в общем посмотрим да девчонки влог наверное этот немножечко такой скучный больше в моих каких-то болталках но как уж есть я постараюсь его кстати вот завтра бы еще влог смонтировать и выложить и было бы вообще идеально а и вспомнила что я буду ждать вечера я хотела то что я говорила в начале когда садилась в машину сегодня по поводу того что ой вы знаете вот что меня я до этого как-то жаловалась по поводу консультации что люди не за ну даже не задумываются о том что за консультацию нужно заплатить и все дела я сделала свои выводы то есть я сразу разъясняем что консультация платные все тому подобное и буквально вот вчера я вот я не знаю честно как поступать в такую ситуацию то есть я человеку назвала просто минимально возможную стоимость я ему сказала 1000 рублей девочки это очень дешево с учетом того что я изучила документы я все посмотрела и все подробно разъяснила к варианты предложила там по гражданскому делу варианты предложила сказала что лучше так или сяк если пойдем этим путем что скорее всего будет ну то есть как бы вот по полочкам все разложила и мне человек то есть вот уже по сути прошли сутки он мне таки не перевел деньги я не знаю уже знаете вот у меня подружка она горит я прошу сначала оплачивать а потом я провожу консультацию ну как бы ну не хочется мне быть такой знаете думаешь начало все человек доволен ты ему все подсказала все договорились но она платит не хочет так что типа деньги вперед а потом я вам информацию но получается что наверное по-другому я остаюсь в минусе что же все не просто так я вчера как угорелая просто у меня было я вот это в лермонтов съездил потом я в суд побежала я из-за того что знаю что мне нужно этого человека у меня еще там другая работа была знаю что мне нужно человека проконсультировать и мы договорились на время я бежала домой чтобы успеть то есть чтобы не так что в попыхах а спокойно чтобы до этого успеть документы пострить я ему сказала что мне нужно отправить чтобы я это изучила посмотрела и я просто то есть ну там часа два из своей жизни потеряла за то чтобы мне сказали спасибо сказали да сейчас переведу и все и вот я не знаю вот я наверное сегодня напишу что вы не оплатили консультацию ну просто реально неприятно вот прям неприятно вот такое отношение вы не думаете что я там но и и я уже говорила что дело естественно конечно и в деньгах тоже но не принципиально в самих деньгах а вот в этом отношении что ты себя чувствуешь как будто бы тебя просто использовали и выкинули ну ну как то так ой ладно девочки все мне уже надо ехать чуть попозже или завтра выйду с вами на связь ой девочки я забилась в гугл сейчас на самом деле только пол шестого мы рано сегодня закончили у нас буквально меньше часа было судебное заседание мы потом рванули обратно я из лермонтова сразу поехала в пятигорск ознакомлюсь дождь такой пошел я не могла в машине найти зонт я помню что у меня был зонт но видать не знали папа убрал потом я его по итогу нашла в багажнике но в общем я чуть намокла у меня он волосы все блин непонятно какие но зато я высвободила себе время на завтра я сходила сегодня ознакомилась делом ну то что я себе строила планы как можно было бы прекратить и все тому подобное ничего не получится моя подзащитная вообще сейчас отбывает наказание по другому преступлению по вступившему в силу в закон в законную силу уже приговору поэтому как-то так поэтому сейчас я вот покушала пью цикорий и потом сяду работать а завтра с утра уже к терапевту но настроение у меня очень хорошее прям такое действительно не знаю приподнятое то что я вам рассказывала по поводу консультации и того что не оплачивают в итоге за одну я сегодня все-таки получила деньги и то после того как я человеку повторно написала что он мне не оплатил но это радует вот такие вот дела я наверно знаете я думаю что я сейчас монтирую это видео сегодня чтобы она или сегодня или завтра уже 17 мая ли сегодня 16 мая вышла простите если кому-то не нравится такой формат когда много просто болталок я что-то рассказываю что происходит текущее может быть это вам абсолютно не интересно ну вот такая у меня скучная была неделя вернее конечно просто по работе многое не могу рассказать а так поверхностно какие-то вещи бывает вкидываю информацию как говорится и все и да сейчас покупок ничего такого нет но зато в этом влоге я показала какие-то изменения то что мы гнездышки преобразовали я уже не помню что было исчезно в этом влоге все спасибо большое за просмотр за то что вы были со мной до новых видео пока пока